Это итоги недели в студии Юлия Евтушенко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Первая работа, темпы роста и по плану. С начала сезона в республике добыли первый миллион тонн торфа. Чем может гордиться Беларусь? Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее. В рамках рабочего визита Бобруйскую крепость посетили министр культуры Беларуси и губернатор Могилевской области. Отработали концепцию развития. Какие планы на исторический памятник? По рельсам светлое будущее. В республике отпраздновали День железнодорожника. Мира и взаимопонимания всем работникам узла. Кто стоит на страже комфорта пассажиров? В поле зрения. Уборочная компания 2024 под контролем прокуратуры. Все условия созданы для уборочной компании. Как продвигается жатва? Музыкальный сюрприз. Детской школе искусств имени Аловникова подарили рояль. Очень важно, понимаете, играть на хорошем инструменте. Кто заботится о талантах? Урезание бюджета, новый антирекорд и новая медиазвезда. Камала Харрис обошла Дональда Трампа по популярности в новостном пространстве. Кто в фаворитах у голосующих? Александр Лукашенко на неделе провел совещание по международным вопросам. В составе участников представители Совета министров, администрации президента, национального собрания. Глава государства отметил, международная повестка остается крайне напряженной. График встреч достаточно насыщенный. Все это требует предельной концентрации внимания на состоявшихся и будущих мероприятиях. Давайте договоримся, что роль президента, как это образно говорят, открыть окно в том или ином направлении. Создать почву, основу, фундамент для будущих договоренностей членов правительства и премьер-министра. А уже правительства, прежде всего ведомые Министерством иностранных дел под контролем администрации, должны реализовывать те или иные договоренности, не говоря уже о ваших договоренностях членов правительства, которые вы достигаете в процессе своих поездок. Беларусь должна определить стратегию движения к целям, которые были намечены. Сейчас достигнут ряд договоренностей, реализовать которые лишь предстоит. Ко всему прочему, Александр Лукашенко добавил, В кону 25-летия образования союзного государства должны быть решены все проблемные вопросы в рамках реализации совместной политики. По следам истории, Бобруйскую крепость посетили министр культуры Беларуси и губернатор Могилевской области. Конструктивный диалог о перспективе Бобруйской крепости прошел на заседании в Бобруйск-арене. Начальник отдела культуры Горисполкома представил мультимедийную презентацию об объектах, расположенных на исторической территории. Рассказал, что уже было сделано по наведению порядка. Поручение давал глава государства в ходе рабочей поездки в Бобруйск в июне 2022-го. И какие проекты поэтапно планируется реализовать. Третий полигон крепости практически готов к тому, чтобы можно было работать над реставрацией и восстановлением. Здесь мы без помощи государства не обойдемся. Благодаря нашему президенту вы видите, сколько объектов восстанавливается, поднимаются. Это мир, Нишвицкий и жилищи наши. Я уверен, что мы здесь тоже будем работать. Уже завершены проектные работы по первой очереди, которая включает консервацию всех объектов, чтобы в перспективе приступить к реставрации. Будут восстанавливаться Минские ворота и горжевой редюит, перекидной мост между ними. В дальнейшем планируется музеификация редюита, где будет представлена экспозиция всей крепости. По проектному решению выделены 13 зон, где инвесторы могут заниматься строительством малоэтажных жилых домов, социальных объектов, инфраструктуры, но при этом предусматривается единая концепция. Сегодня познакомились с генеральным планом застройки. Здесь очень хорошая перспектива, на мой взгляд, вопроса, связанных с средствами жилья для жителей не только Бобруйской и Могилевской области. Потому что место очень интересное, место историческое. Но самое главное здесь, что называется, развести потоки для того, чтобы понимать и историческую ценность, ни в коем случае подменить понятия. И в то же время, чтобы наша инфраструктура, современная жизнь тоже здесь, безусловно, присутствовала. Один из ключевых вопросов – финансирование. На совещание выработали и утвердили алгоритмы дальнейшей деятельности. Учитывая значимость каждого объекта крепости, работы будут проводиться поэтапно, пока рано говорить о конкретных сроках исполнения. Говоря о выделенных средствах на реставрацию, губернатор напомнил, сколько объектов в Беларуси восстанавливается благодаря поддержке президента и государства. Для реконструкции Бобруйской крепости планируют задействовать республиканский, областной бюджет и различные другие источники финансирования. Продуктовая корзина, медицинский туризм и в добрый путь. На свои первые рабочие места заступили более 55 тысяч молодых специалистов. В какой отрасли больше всего новоиспеченных трудящихся? Громкие итоги недели дали в специальном обзоре. По итогам шести месяцев экономика Беларуси набрала обороты выше целевых параметров. В целом из пяти показателей четыре идут с опережением темпов. Сельское хозяйство прибавило 10% к уровню прошлого года. Позитивную динамику демонстрирует экспорт. Он вырос на почти 103%. Говоря о поставке товаров, эксперты ожидают повторения рекордных цифр 2023-го – более 40 миллиардов долларов. На свои первые рабочие места заступили более 55 тысяч молодых специалистов. Почти треть из них с высшим образованием, остальная часть – выпускники колледжей. Весомое обновление кадров ощутила промышленность. На 30% реальный сектор экономики пополнился представителями инженерной специальности. С начала сезона в республике добыли первый миллион тонн торфа – половина от запланированных на год объемов. К слову, Беларусь – мировой лидер по количеству производимых брикетов. Торфяная промышленность вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны. В общей доле использования местных видов топлива черное золото занимает около 15%. По итогам первого полугодия беларусы стали есть меньше мяса. В сравнении с аналогичным периодом 23-го на 6% снизились продажи свинины, говядины – на 11%. Хорошим спросом пользуются морепродукты – плюс 34%. Не так активно берут крупы и макаронные изделия. Налегают жители Синёка больше на картофель, огурцы, томаты, морковь и репчатый лук. В почёте яблоки их реализация прибавила 26%. В прошлом году Беларусь посетили более 5 миллионов иностранцев. Объём экспорта туристических услуг превысил 200 миллионов долларов. В топе у гостей лечебно-оздоровительный отдых. Мощная медицинская база, высококвалифицированные специалисты. Следование современным трендам – доступный ценник. Всё это привлекает гостей из-за рубежа. Обновлённый безвиз станет дополнительной рекламой республики. Звучание благодарности. Детской школе искусств имени Аловникова подарили рояль. Спонсор музыкального презента – Беларусьбанк. При поддержке Бобруйского горисполкома обучение юных талантов заиграет новыми нотами. Выпускницы детской школы искусств имени Аловникова продемонстрировали для гостей мастерство исполнения, поблагодарили за подарок, вручили в ответ памятные сувениры. Услышал его звучание, очень тронут. И считаю, что нужно поддерживать деток, нужно поддерживать творчество в стране. Это наше будущее. Его не нужно жалеть, вкладывать. Безмерно рады этому инструменту, потому что качество его, его красивый тембр. Конечно, видно, что это новый инструмент, очень хороший и качественный. Поэтому мы всецело рады. Это очень важно, понимаете, играть на хорошем инструменте. Ну, поэтому огромное спасибо. Новый музыкальный инструмент в учреждении образования как нельзя кстати. В детской школе искусств номер 2 имени Аловникова ежегодно проводится республиканский конкурс пианистов. Качество звучания, несомненно, оценят юные дарования со всей страны. Республиканский каравай прибавляет не по дням, а по часам. Уборочная кампания под строгим контролем главы государства. Все силы страны направлены на своевременный и качественный сбор урожая. Елизавета Липеева разведала обстановку самой жаркой поры. За ходом уборочной кампании следит прокуратура Бобруйского района. В поле зрения соблюдение правил техники безопасности, защита трудовых прав, сохранность материальных ценностей. Каждое зернышко в стране на вес золота. Почему такое пристальное внимание? В этот период закладывается, наверное, в закрома Родины. Обеспечивается продовольственная, национальная безопасность страны. Поэтому такой пристальный интерес и внимание. Без потерь и нарушений провести уборочную кампанию такая задача стоит перед аграриями. От пристального взгляда не ускользает ни одна деталь. Наличие спецодежды, медицинских аптечек, средств пожаротушения. В фокусе внимания соблюдение технологии сроков жатвы. Так, пока была непогода, занимались мелкими ремонтами комбайнов. Некоторые комбайнеры, которые в комбайне были исправлены, принимали участие в пахоте. В спашке стерни перед посевом озимого рапса. Будем стараться в сроки уложиться, посеять. Ну, уж в оптимальные сроки, чтобы все было хорошо. Механизаторы, все комбайны укомплектованы. Все местные механизаторы на комбайнах с помощниками. Как минимум 10 миллионов тонн зерна. Столько урожая должны собрать аграрии. Ради заветных цифр хлеборобы трудятся в поте лица. В этом году урожай лучше, чем в том был. Вот. Ну, так. Идем, как говорится, по плану. Обеды возят постоянно, ужины привозят. Ну, если и погода, работаем допоздна. На зерно-сушильных комплексах главный акцент на обеспечении электробезопасности, готовности к приемке урожая и, конечно же, сохранности выращенного. Можно сказать, что это была контрольная проверка. Обращали внимание на те критические моменты, которые выявлялись ранее. Имеются нарушения, в том числе и при проведении работ, значит, при оформлении первичных документов. Будем вынуждены реагировать внесением актов прокурорского надзора. С целью устранения и, конечно же, недопущения их в будущее. Зернышко к зернышку. Жатва 2024 уверенно преодолевает экватор. В закромах уже свыше 5 миллионов тонн золотого урожая. Леонид Черник в статусе комбайнера-тысячника трудится, не покладая рук. За рулем больше двух десятков лет. Где родился, там и пригодился, как говорится. Чтобы достигать высоких показателей, надо желание к работе. Все условия созданы для уборочной компании. Все хорошо, но погода тоже не мешает работать. Ну, так, в принципе, все нормально. Топливо есть, запчасти есть. В Невском Агро на полях 8 комбайнов. Процент убранных площадей здесь приближается к 70. Вообще культура у нас – зимая пшеница, яровая пшеница, яровой ячмень, зимый ячмень, зернобобовый, горох в чистом виде, гречиха, проса есть. То есть, наоборот, культур имеется у нас в хозяйстве. 2700 по уборке у нас – это зернового плина, плюс гречка 50, плюс 70 гектаров проса зерно. В стране среди миллионников три региона – Минске, Брестске, Гродненске – завершена уборка зимых ячменя и рапса. Вместе с созреванием других культур растет и темп уборочной. Продолжаются работы по заготовке травяных кормов, проходит подготовка к посевной. В полях каждый знает – жаркий сезон, круглый год кормят. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин. Итоги недели. Красный сигнал светофора на переезде, стук колес по стальной магистрали, протяжный гудок – символизирует о приближающемся поезде. Одни нетерпеливо ждут, когда откроется движение, другие с сумками на перевес и билетами в руках спешат найти свой вагон. А кто управляет составами, следит за тем, чтобы они пребывали на станции минута в минуту и в каком состоянии рельсы. Занятно, не правда ли? В первое воскресенье августа белорусские работники стальных магистралей отмечают свой профессиональный праздник. Виталий Гаврусев продолжит тему. Наша жизнь – железная дорога. Одна из самых важных транспортных систем государства соединяет разные города и населенные пункты, обеспечивает связь с другими странами. Чтобы структура работала без перебоев, приходится задействовать труд огромного количества людей – машинисты, инженеры, мастера по ремонту, проводники, работники вокзалов. Перечислять можно долго. Дорога – железная, а люди – золотые. В их работе самое важное… Обеспечить безопасное движение поездов. Их рабочий день начинается… С 8 утра до 20 вечера. Это дневная смена, начиная с 20 вечера до 8 утра. Среди них нет случайных людей. Работа идет налажена. Коллектив у нас отличный, дружный. Сегодня белорусская железная дорога словно огромный живой организм. И работает он как часы благодаря четкому функционированию различных служб. А потому среди работников стальных магистралей нет случайных людей. Все они пришли в профессию по зову сердца, полюбили ее и остаются ей верны. Я выбрала Белорусский университет инженеров железнодорожного транспорта. После окончания работала 15 лет дежурной по станции «Березина». Затем 15 лет заместителем начальника станции по грузовой работе. И вот уже год как назначена начальником объединенной станции «Бобрусь». Свою историю праздник ведет с 19 века. В границах нынешнего Могилевского отделения Белорусской железной дороги движение поездов было открыто в 1873 году благодаря строительству и вводу в эксплуатацию участка Минск-Бобруйск казенной Лебаво-Роменской железной дороги, которая соединяла порты на Балтике с Левобережной Украиной. Путь поддерживался в порядке силами артелей численностью 8 ремонтников во главе со старостой. Все делалось практически вручную. Помощи были лишь простейшие инструменты. В годы Великой Отечественной войны путевое хозяйство подверглось сильному разрушению. Послевоенное восстановление шло трудно, но активно. Материальное снабжение было недостаточным, но приходилось использовать внутренние резервы. Коллектив трудился с полной самоотдачей. По итогам четвертого квартала 1948 года на тот момент 12-я Березинская дистанция пути стала победителем всесоюзного соревнования предприятий железнодорожного транспорта. И сегодня сплоченный коллектив подразделений Бобруйского железного узла продолжает свою трудовую летопись. На сегодняшний день в составе Бобруйской дистанции пути обособлено структурного подразделения 11 колодков, 33 путевые бригады, обслуживающие участки Жлобина, Сиповичи, часть Международного транспортного коридора и Бобруй-Срабкор. Развернутая длина путей составляет 417 километров. Из них главных 264. В зоне ответственности 350 стрелочных переводов. Из них 120 на главных путях, 75 на прямой отправочных и прочих. В границе Бобруйской дистанции пути расположено 11 станций. Сегодня Бобруйская дистанция пути – это производственный участок, а также участки дефектоскопии, по эксплуатации и ремонту машин, механизмов и оборудования, по ремонту искусственных сооружений, по содержанию и уборке зданий и сооружений. Работа по смене шпал, железобетонных, деревянных, также брусьев на стрелке железобетонных и деревянных. Смена рельс. Приходится работать в любых условиях. То есть в дождь, в сильный, а также в большую жару. Потому что надо обеспечить безопасность. Станция Бобруйск – структурное подразделение РУП Могилевское отделение Белорусской железной дороги. По объему проездной, грузовой и коммерческой работы, пассажирских и технических операций, а также сложности работы, станция Бобруйск Объединенная относится к первому классу. Станция Бобруйск – это большой слаженный коллектив, почти 150 человек. И чтобы все работало без проблем, должен выполнять технологический процесс. В общем, мы справляемся. Движение в Бобруйске напряженное. Для бобруйчан и гостей железная дорога – способ быстро добраться в столицу и соседние города. Люди активно пользуются поездами региональных линий, бизнес-класса, а также региональных эконом-класса. Основные направления продажи билетов по железнодорожному вокзалу станции Бобруйск осуществляются в направлении Минск и в направлении Гомель. Самые популярные маршруты наших пассажиров – это до станции Адлер, до станции Анапа. У нас также курсируют беспересадочные вагоны до станции Минеральные воды. Основной пассажиропоток, конечно, это в пригородном сообщении в направлении до Осиповичи и до станции Жлобина. Слаженные и дружные коллективы подразделений Бобруйского железнодорожного узла несут свою трудовую вахту и днем, и ночью. Ведь перед ними стоит важная задача – обеспечить своевременное и безопасное движение грузовых и пассажирских поездов. Плечом к плечу здесь трудятся молодежь и специалисты со стажем. Основная задача – прием, отправление пропуск грузовых пассажирских поездов, обеспечение безопасности движения, охрана труда, безопасность пассажиров. Управляю движением на нашей станции, с сигналами, светофорами, переводим стрелки, открываем сигналы. Для каждого из них железная дорога и поезда – больше, чем просто работа. Это их призвание и стихия. Дело, в котором они нашли себя, каждый день совершенствуются и растут. Здесь случайных людей не бывает, поэтому работа идет налаженно. Вот коллектив у нас отличный. Железная дорога – это постоянное движение изо дня в день, круглые сутки. Каждый из тех, кто когда-то пришел в эту профессию и прикипел к ней всей душой, не станет искать лучшего. Ведь для них лучшего нет. Мы обслуживаем 246 наших предприятий различной формы собственности, которые грузят свою продукцию, отгружают и на экспорт, и во внутренней республиканском сообщении, а также получают сырье для своего производства. И пропускаем поезда грузовые, пассажирские. Производим маневровую работу по подаче вагонов всем предприятиям на пути необщего пользования. Обслуживаем пассажиров. Сегодня, чтобы структура железных дорог работала без перебоев, приходится задействовать труд огромного количества людей. При этом по характеру работы их профессии сильно отличаются. Одни предполагают тяжелый физический труд. Другим нужна мгновенная реакция. 28 на 9 саживается хозяйственный поезд. 28 на 9 хозяйственный поезд. Будьте осторожны. Третьим не обойтись без глубоких технических знаний. Но все они диспетчеры, инженеры, проводники, мастера по ремонту, составители поездов, виновники торжества. В их честь поздравления и здравиться. А если учесть, сколько человек ежедневно прибегает к услугам железнодорожного транспорта, то без всякого сомнения мы все имеем отношение к данному празднику. Спасибо вам за ваш очень нужный и нелегкий труд. На вас держится экономика страны. Пусть ваша жизнь будет ровной, спокойной, стабильной. Сегодня город на Березине по праву гордится своей богатой историей и славными традициями, заложенными многими поколениями. Важно отметить, что на железнодорожном транспорте всегда работали настоящие профессионалы своего дела, которые обеспечивали четкую и бесперебойную работу этой сложной системы. В любое время года при любых погодных условиях они несут свою нелегкую службу, проявляя высокий профессионализм, выдержку, верность своему делу. Хочу поблагодарить всех за успешную безаварийную работу, за профессионализм, терпение, пожелать всем крепкого здоровья, удачи, добра, мира и взаимопонимания всем работникам узла и дома, и на работе. Железнодорожник – это больше, чем профессия, это призвание. Во все времена стальные магистрали объединяли людей ответственных, мужественных и сильных духом. Тех, кто не боится трудностей и, вопреки всему, идет к намеченной цели. Именно их невероятное упорство и трудолюбие позволяют реализовать самые смелые и амбициозные проекты. Работа на стальных магистралях по праву считается ответственной и необходимой для государства, а работники отрасли – грамотными и уважаемыми специалистами, патриотами Отечества. Виталий Гаврусев, Максим Калинин. Итоги недели. Золотой бум, предвыборная гонка и механический ассистент. В США выпустили настольного робота-питомца, который поможет не выгореть на работе. Чем удивит андроид? Далее громкие заголовки мировых новостей. Франция обновила антирекорд рождаемости за первое полугодие 2024-го. С января в стране появились на свет 326 тысяч детей, на 2,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. В прошлом году количество младенцев достигло исторического минимума. Плачевные показатели эксперты связывают со снижением числа женщин репродуктивного возраста от 20 до 40 лет. Евросоюз вводит для дипломатов режим жесткой экономии. В текущем году перерасход средств на представительские и внешнеполитические нужды уже добрался до отметки в 45 миллионов евро. Именно поэтому было принято решение урезать бюджеты 145 зарубежных представительств ЕС. Кроме того, строго настроговеленно прекратить проведение вечеринок, банкетов и прочих необязательных мероприятий, которые так любимы представителями структур. До выборов президента в США чуть более трех месяцев. Однако страсти накаляются каждый день. Предполагаемый кандидат от демократов Камала Харрис обошла Дональда Трампа по популярности в новостном пространстве. Некоторые эксперты объясняют такие показатели ростом интереса к новому игроку на политической арене. Тем не менее, ее судьба решится в середине августа на съезде партии в Чикаго. В мире упал спрос на ювелирные украшения на 19%. Минимальный показатель за последние четыре года. Причина – востребованность чистого золота дошла до рекордного максимума. Стоимость поднялась выше 2,5 тысяч долларов за тройскую унцию. Все благодаря закупкам центральных банков. К слову, доходы от инвестиций в драгметал выросли в восемь раз с конца двухтысячных. Американский стартап выпустил настольного робота-питомца, который поможет окончательно не выгореть на работе. Маленький механический друг настойчиво напомнит, что пора сделать перерыв и покажет, как размяться. Андроид реагирует на жесты и голос. Всегда рад поиграть и погладиться. Цена вопроса – 99 долларов. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся!